В Карачаево-Черкесии продолжается поиск Ксении и Павла Пряткиных, три дня назад пропавших без вести в окрестностях аула Беслине и Хабецкого района. Сегодня оперативный штаб посетил глава республики Рашид Тимрезов. Репортаж Мадина Каракетовой. Вот уже третий день ничего неизвестно о судьбе брата и сестры Пряткиных. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательного формирования. Подключились волонтеры, добровольцы из числа местных жителей. Не только из числа местных жителей, но и прибывают люди, желающие помочь из других районов республики и даже регионов соседних. Люди разделили местность на квадраты, тщательно прочесывают. Пойму реки обследуют водолазы, работали кинологи, сотрудники Росгвардии просматривают местность при помощи квадрокоптеров, но пока никаких следов, ничего не найдено. Следствие прорабатывает несколько вариантов случившегося. Дети могли убежать, в отношении детей могло быть совершено преступление, дети могли утонуть, но ни одна из версий пока еще не подтвердилась. И вот только что подъехал глава республики. Пойдемте послушаем, что он скажет. Хочу заметить, что расследование этого дела находится на его личном контроле. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в сопровождении министра внутренних дел республики Александра Мельниченко и представителей Следственного комитета и МЧС осмотрел место происшествия. По словам главного полицейского Карачаевой Черкесии, поиски на реке, которые продолжаются третий день, ничего не принесли. Реку, честно сказать, в первый день сразу первая была версия река. Потом уже, когда прошли, когда убедились, все равно где-то зацепилось было. Что-то было. Сотрудники аварийно-спасательного формирования тщательно обследовали на реке Большой Зеленчук от Беслинея до Апсуа. Это около 30 километров. Поисковые работы на реке все еще продолжаются. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, министр внутренних дел Александр Мельниченко, министр МЧС Александр Галакаленко провели на месте рабочие совещания. Александр Мельниченко доложил руководителю региона обстановку на данный час, рассказал о задействованных в поисках силах и средствах, о планах. Организован поиск силами местного отдела, силами администрации, силами МЧС, силами людей небезразличных, жителей республик соседнего региона. И Старопольский край откликнулся, очень много людей. И Краснодарский край был поднят по тревоге резерв министра, был поднят по тревоге весь отдел. И Безлижайший, и Отрадинский райотдел. Прочесали огромную территорию, прошли ногами вдоль, поперек и опять вдоль. На сегодняшний день, можно с уверенностью 90% сказать, что фактор природный, в частности река, нам не исключается. Александр Мельниченко отметил отзывчивость местных жителей и жителей соседних Краснодарского и Ставропольского краев, которые оказывают всевозможную помощь в поиске детей. Прочесываем Безлижайшие населённые пункты, проводим осмотр дворовых территорий, надворных построек, абсолютно всех выгребных ям, канализационных люков, септиков, сараев, сеновалов, просто дворов, домовладений, опрашиваем население. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил всех, кто задействован в поиске и заверил во всемирной поддержке со стороны правительства республики и лично его самого. Задача у нас, конечно, всё-таки одна, это найти живыми и невредимыми детей, детей маленьких и совершеннолетних. Конечно, ну, ещё раз с благодарностью, я думаю, что люди у нас с таким же рвением будут помогать. И мы, как органы власти, исполнители, муниципальные власти, конечно, всё, что от нас зависит, всё тоже будем делать. Обратите внимание на эти фотографии. Ксения Александровна Пряткина, 2008 года рождения, на вид около 13-14 лет, рост 130-140 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные до плеч, без особых примет. Была одета в джинсовые шорты синего цвета, белую майку, тёмно-зелёные макосины. Павел Александрович Пряткин, 2013 года рождения, на вид 6-7 лет, рост 120-130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые, без особых примет. Был одет в синие шорты, на ногах калоши. Если кто-то видел или обладает какой-либо информацией о местонахождении и судьбе 13-летней Ксении Пряткина и 6-летнего Павла Пряткина, просим сообщить по телефону горячей линии 8 878 73 5 17 02. Или по телефону доверия Министерства внутренних дел по Карачаевой Черкесии 29 22 05. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Андрей Карамов. Вести. Карачаева, Черкесия. Хабьевский район.